Друзья, а мы зарегистрировались на сайте YouSupport, то есть ты поддерживаешь. Вы можете туда зайти по ссылке в описании и настроить автоплатеж, чтобы каждый месяц автоматически поддерживать наш проект. Друзья, вот вы замечали, что мы вам рассказываем, рассказываем новости, а вам ничего не понятно. Если честно, мы очень стараемся. Но просто в последнее время ученые стали говорить более сложным языком. Шведские ученые выяснили, что понимать научные статьи стало гораздо сложнее. Чтобы оценить сложность текстов, ученые оценивали число букв в словах, число слов в предложениях, а также сложность предложений. Редкие слова они называли сложными. Оказалось, что у некоторых текстов бывают даже отрицательные индексы сложности, то есть они вообще нечитаемые. И если 50-60 лет назад таких текстов было 16%, то сейчас их уже 25%. Ученые попытались выяснить причины этого явления. Во-первых, выяснилось, что в научных статьях часто используется научный жаргон. Например, в разговорной речи вы никогда не скажете «более того». Вы скажете просто «еще». И когда вот таких вот эквивалентов набирается с десяток, читать статьи становится уже сложно. Во-вторых, ученые заметили, что чем больше 100 авторов у статьи, тем сложнее она читается. У семенянных дитя без глазу. Призываем ученых, которые нас смотрят, писать статьи более простым языком. Это важно, чтобы в сути ваших исследований было легче разобраться. А вторая новость сегодня про кошек. Американские ученые выяснили, что кошки любят людей гораздо больше, чем нам кажется. Ученые взяли две группы кошек – домашних и из приюта. Каждая кошка провела 2,5 часа в одиночестве, а затем ей предложили на выбор еду, интересный запах, игрушку или возможность пообщаться с человеком. Удивительно, что в общей сложности 65% кошек сразу выбрали человека. Причем людей больше любят и домашние кошки, и кошки из приюта. Вот так. А вы говорите, что собака – друг человека. Кошки тоже нас любят. Что может быть лучше, чем бокал хорошего вина перед ужином? Нет, мой ужин испорчен. Многим из нас знакома ситуация, когда ты наливаешь вино из бутылки в бокал, и в конце оно бац, и тонкой струйкой начинает загибаться, и течь по бутылке, и дальше на стол, на скатерть, и в итоге все в пятнах. К слову, всем известная винная бутылка появилась где-то в 1800 году, и с тех пор практически не изменяла ни свой внешний вид, ни конструкции. Так что проблема с проливанием преследует людей уже достаточно давно. Были даже придуманы специальные приспособления, которые вставляются в бутылочное горлышко. Ну или можно делать как в ресторане – просто обматывать бутылку салфеткой. Однако ученым из США это все изрядно надоело, и они решили исследовать процесс наливания вина из бутылки. В результате они выяснили, что наиболее интенсивно капли образуются, когда бутылка полна или почти полна. Правило номер один. Прежде чем наливать кому-то, отхлебни сам из горла треть бутылки. Также выяснилось, что поток имеет свойство завиваться вокруг бутылки и течь в обратном направлении из-за гидрофильности стекла. Оно как бы притягивает воду. Правило номер два. Используйте тропак. Стекло оставь напыщенным мажором. Нам важна каждая капля. Дальше, вооружившись этими знаниями, ученые предложили простое и изящное решение. Небольшое углубление, опоясывающее горлышко бутылки. Винные капли просто не могут преодолеть это препятствие. В результате все капли попадают точно в цель. Ну круто же! Друзья, а если вы хотите быть не просто умными, а еще и поступить в хороший университет в России или за рубежом, то обязательно загляните на канал Оксфордский университет. Мы там, кстати, недавно рассказывали про Новосибирский государственный университет. Ссылка будет в описании. Развитие современных медицинских технологий привело к тому, что сегодня уже никого не удивить пересадкой куска ткани или даже целого органа. Например, Рокфеллер пересаживал себе сердце 7 раз. Но другое дело, когда для этих целей используются искусственные ткани, хоть и созданные из живых клеток. Этим можно удивлять, чем, собственно, и занимаются ученые. Правда, есть одна весьма существенная трудность при создании искусственных тканей. Это как сделать полноценную сосудистую систему. На данный момент действительно хорошего способа нет. Однако, американским ученым удалось создать очень оригинальный и простой метод создания искусственной ткани с сосудистой системой. Для этого они использовали сходство ветвения сосудов у животных и сосудов растений. А что, если присмотреться, и правда очень похоже? Главная проблема, которую решали ученые, это как убрать все лишние клетки растения и поместить туда клетки животного. Для этого был взят лист шпината и в течение недели промыт различными химикатами. В результате остался только целлюлозный каркас. Кстати, эта же процедура была проделана и с другими растениями. Например, стебель петрушки, лист полыни и корень арахиса также могут использоваться для создания искусственной ткани с заданной сосудистой системой. Но вернемся к листу шпината. После всех операций он превращался в нечто бесцветное и отвратительное. Но ученым как-то без разницы на внешний вид и на следующем этапе на оставшийся каркас были помещены человеческие клетки. Всего было использовано три типа. Клетки внутренней стенки кровеносных сосудов, стволовые клетки и клетки сердечной мышечной ткани. И уже через пять дней мышечные клетки, объединившись в кластеры, стали спонтанно сокращаться. Причем частота сокращений постепенно увеличивалась и стала постоянной через десять дней. Я не понял, а почему вы еще не прыгаете от счастья? Ведь это означает, что ученым почти удалось создать искусственное сердце. Однако описанный эксперимент являлся лишь подтверждением концепции. И сейчас ведется исследование на других тканях и клетках. По словам ученых, данный метод будет значительно проще и дешевле. Ведь он не требует использования сложных синтетических композитных материалов. Да здравствует тканевая инженерия! Э, Мурка! А ну брысь! Это моя будущая печень растет! Налей себе чай и пей тихо. Шве... Тфу! Тфу! Они смотрят меня с этой стороны. Так? Тогда 56 лет назад здесь? Я сказала, когда. Вместо когда. Согибается бутылка такая. Мягко сказал, что не то нашли. Отхлебни из горла, господи!